Евангелие от Матфея, 25 глава, 26-27 стихи. Господин же его сказал, ну, в ответ, лукавый раб и ленивый, Ты знал, что я жну, где не сеял, и собирая, где не рассыпал, Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, И я, придя, получил бы мое с прибылью. У кого есть Евангелие, уж Евангелие от Матфея обязательно прочитали. И вот здесь не надо ничего толковать, Потому что можно только толкованием непонятное раскрыть больше. А тут все ясно, человек не принес никакой прибыли. И при том он не только не оправдывается, Он сразу переходит в наступление. Лучший вид оправдания это наступление. Я знал. Это значит, сколько здесь вопросов, а когда ты этого узнал? А где он, Бог, справедливый? А война была. А войну убивали детей, стариков, женщин. Где Бог? Почему Бог допустил? Сколько такого? А я знаю, вот такой-то сделал, то там насилие, Сегодня ловят этих маньяков. Ну и что? А какое отношение Бог к этому имеет? Почему ты решил Бога-то в этом обвинять-то? Бог ждет плода, а я знал, ты там не рассыпал. А вот здесь уже вопрос к нам. Бог все делает через людей, а почему никто не рассыпал? Почему не пропагандовали-то? Слово Божие живо и действенно. Это у меня эпиграф моей жизни. Его надо, чтобы оно заговорило, так сделать. И человек, который имеет в руках Слово Божие, он сразу будет ставить вопрос себе. Жну, где не сеял. Такого не бывает. А Господь говорит, я жену там, где не сеял. То есть там плод должен расти для него. А как он может сжать, если он не сеял? Сколько вопросов-то здесь. Какой же это, Господин? Если кто-то сейчас придет на поле осенью, комбайн пригонит, ну, ясно, что там ничего не пахано, не сеяно, но все засмеются над ним. Он говорит, я жену, где не сеял. Вот так. Притча знакомая. А начинай задавать вопросы, и нигде ничего не видишь. А почему он не сеял-то? А так, говорит, ты знал. Ты меня таким представлял. Ты жнешь, где не сеял. Да тем более уж свое-то я спрошу. А Господь тем более везде сеет. Через кого? А через кого угодно. Если правильно проповедует, кто бы он ни был, он говорит дело Божие. Одно время ослица проповедовал. В житиях даже птицы проповедовали. Разговаривали. Разная скотина. Кони разговаривали. Это в житиях святых все, как в житии святой Ирины встречаем мы. То есть Господь сеет и сеет, а дальше сеет по знаниям окружающей природы. Все, что случается. Он этим напоминает. Я от один вопрос ставлю, а на него надо отвечать. Кто сеет и как? И кто сеет, какие плевела. Ведь если человек не знает ничего, что он посеет. Вот в разговоре встречаешься с православным, начинаешь говорить, они обязательно что-то ссылаются. А батюшка сказал. А батюшка ссылается. Епископ сказал, повелел. Они все время жнут на плевелах. Ему прямо показываешь. Вот апостольское правило. Если не три погружения, не только недействительное крещение, а тебя запрещать надо. Тебя вытряхивать надо из твоего подрядника. Из риза. Писание, так сказать, канон говорит об этом. Ну, читай. Апостольское правило. И эти правила на столе у каждого епископа. И он же благосклавляет, и все крестят. То есть не крестят, а портят людей. А он ребенка крестил. Да не крестил, а удушил его там. Правильное обрезание сделать может человек, знающий как. И не просто воздухом, ножом. Маша, это операция. И операция очень болезненная. А она указала на крещение. Крещение, это всегда разрыв. Крещение, это переход. Пока ходит человек к нам просто так. Это еще ничего не значит. Но если он принял крещение, все понимают, он потерян. Евреи терпят еще, пока люди пишут стихотворения на христианские темы. Но как только он принял крещение, он потерян. И ему объявляют сразу смертельную войну. Крещение главное, как обрезание. Левит 26.16. Будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. О тени говорилось. И почему такой плод за грехи? Опять грех. На огородах не растет. Коваратский жук заедает. Да ведь сразу же надо искать не только какие-то препараты, хотя они и нужны, но первым делом, почему? Почему раньше его не было? Да вот стали сообщаться с Америкой, то другое. Но раньше чума была. Господь-то и тогда не давал людям покоя. А сегодня поедается все, сажаешь, как будто бы для каких-то насекомых. Их название-то не знали. Экклесиас 11.4. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. Если ты знаешь, что я собираю, тебе надо было позаботиться. И каждый день. Не смотри, сегодня погода плохая, я не пойду на поле. Нет, пойдешь. Как вот животновод. Хорошая погода, плохая. Овечкам давать надо. Поить надо скотину. И будешь делать. И Господь обязательно спросит, привыток. А без привытка вообще ничего нет. Если овечка, там привыток, какие-то ягнята рождаются. Если ты селишь на огороде, ну, селишь, что ты не столько, сколько соберешь. Иначе смысла никакого не будет. И мы сеем все время с надеждой. Сегодня пойдут по городу сеять. 29 апреля, после Пасхи, на второй день, мы заканчиваем занятия в университете. Приходите на занятия. Вы так привыкли, знаете, вначале вы вроде замечали, а теперь уже я не хожу, так и нормально. Приходите. Напомните себе, где ваше было начало. К истохам вернитесь, поклонитесь. Опустите руки, так говорят, в Волгу. Уже не 17 лет, не 70 лет поют. Река Волга. Кончится это все. Река жизни кончится. Сегодня идут по городу, и опять те же самые. На занятия останутся те же самые. Песнопения те же самые. Скажут, а мы ходили, не на наших ли улицах, Господи, ты проповедовал, ты говорил и прочее. Это все нас касается. Тут толковать ничего не надо. А поэтому видно, какое отношение, какое горе придет, тебе никто не прибежит советоваться. А какая тебе помощь? Ты все время инвалид. Сонущий. Бытие 8.22. И впредь во все дни земли, сей не изжатва, лето и зима, день и ночь не прекратятся. В духовном плане никогда проповедь не прекратится. Если камни умолкнут, а то люди умолкнут, камни возопьют. Сейте. Приносите прибыль. Вот вы слышали что-то похожее на истину. Сразу старайтесь установить связь. Видите, как нам иеговистка. Напечатали маленькую статейку про нас. И она пишет, уже установили связь. Она от нас получила книгу. Уже читает, уже благодарит. И как благодарит еще? В прошлый раз я вам говорил. Так не она одна, а только. Нам пример-то живой дается. И притом подобное поведение не может быть от священников, от епископов. Им пишешь, а они не отвечают. Мы поставили, кажется, 23 письма о нашем положении. Написали 3 раза по 3 раза. 9 раз со. Спасите наши души. Ни один не ответил. Ни один. А когда встречается и говорит, да ты получал, получал, а что ж не ответил? Да нечего отвечать. У епископа нечего отвечать. Да ты подробно разобрал бы. Сказал, я вот шел так-то. А теперь я решил переиграть это все. А вас не уведомил. Ничего не доказал. Ну, по-честному-то. Если по-честному-то, так в рай вход будет свободнее. Груз-то это где-то надо будет отрывать. Епископ это вождь. Вождь, который ведет народ свой. И представьте, вот, направили за границу всем. Здесь написал, в разные редакции, везде. Ну, православные. Ни один не ответил. Ну, это что-то говорит или нет. А сектанты, которым не писал, они письмами заваливают. Да нам до этих сектантов-то еще брести довести. Матфея 19,39. Я говорю о сеянии, что это прямое восстановление Божие. Враг посеявший их есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы суть ангела. Главное, что везде дьявол сеет плохое, а в конце подберут жнецы ангела. Как интересно. Враг посеявший, то все плохо, а в конце общий результат подводят уже ангелы Божии. Господь подведет черту. Что с нами будет и как это будет. Что мы сеяли, что говорили. И то, что делаете еще, вы в обрамление такое золотое возьмите. Готовится лето сейчас. Почему я должен напоминать, для лагеря нужны ваши отпуска. Кто-то приедет, кто-то даже пенсионер. Вы же еще здоровы это. Никто не подходит, не спрашивает. А вы сеете это в детей, дети приезжают. И остается это очень и очень долго в детях. Просто одним разом прикрой лагерь, я знаю, некоторые даже не охнут и не вздохнут. Он никакого участия не принимал. Поэтому с такой легкостью уходит с общины. Пошел, не просился и считает это в порядке вещей. Пил, ел, крещение принял, причащался и ни одного слова благодарности не сказал. Ни обвинения, ничего. Вышел и как будто это навсегда. Так это не сегодня это гниленье-то было-то. И какая же это прибыль? Ну, если бы у тебя здесь прибыль была, твои духовные дети были, ты кого-то привел, ты бы о нем позаботился. Хотя бы вывезти его отсюда. А то и этого нету. А если ничего не рассыпал, я нахожу отец один только бабушки на веру. Там ничего не надо, лишь бы в храм пришел. А сеять, это значит сеять языком. В первую очередь. Вышел сеять и сеять. Солом 118, 162. Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль. Вот откуда прибыль. Я бы получил мое с прибылью, Господь говорит. И через слово Божие. И у тебя есть тогда какая-то надежда, что ты получишь. Спешите, говорите, звоните. И всегда сначала обдумывайте. Коротко, ясно и быстро. Скажи человеку о Господе. Вот другой раз звонит человек. Вопрос. Задает мне еще раз, звонит один. А что такое адресва? А кто ты такой? Ну меня звать так-то я знаю, что вы хорошо Библию знаете. Ну православно хоть скажи или нет. Нет, вы скажите, что за слово. Я приглашаю ее на занятия. Я знаю это все. И книги есть ваши. Но мне слово непонятно. Да опилки говорю. Что же вам не объяснили-то? А слово дерево, опилки. Неправда, если человек живет, то рот наполнится дрессвою, опилками. И никто нигде не объясняет. Так вы зачем опилками-то питаетесь? Приходите. Ну ладно, я еще не содрел. Ну немножко он уже услышал. И те, которые позже пришли, питаются хлебом, избыточествуют. А ты свиными рожками питаешься этой дрессвою. Пришел, тебе там опилки дали, там даже от креста Господня. Что угодно могут наговорить. Мощи. Какие мощи? Ни одна экспертиза, ни генетическая, никакая не докажет, что эта голова ей луке принадлежит. А если есть, у меня вопрос один. Кто отрезал ему голову? Кто? Палачи не отрезали, его повесили на оливковом дереве. Вопрос-то кто? Монахи отпилили? Если тело Иоанна Крестителя без головы было, кто его расчленял по всему миру? Султан, говорит, отрезал ключицу отдельно. Даже считаешь, страшно делается. И язычники, и мусульмане, и все понимают, Иоанн Креститель это святой человек. Так я ключицу его возьму, буду. Ну что тут из Слова-то Божьего сеяние-то? Ты сея Слово Божье, говори, как Господь любит людей. Как Он посылает Своих вестников по всему миру. И даже ангел по небу летел в Вечное Евангелие. Притча Соломона 14.23. От всякого труда есть прибыток. Ах, пустословие только ущерб. И вопрос, а что такое пустословие? Кажется, и так понятно. Да в первую очередь это по церковному, все что не по Евангелию. За всякое праздное слово дадите ответ. Да этого пустословия-то сколько? Не только где-то, а в священниках в первую очередь. Я вот иногда так встречаюсь и говорю, а как ты крестишь? Ну как все? Ну именно, расскажи как. Ну как, приходит человек, я крещу. Я не могу, он не может понять даже вопроса. Ну все так. Ну ты яму бы выкопала, но обтянула я с лопаной пленкой в два слоя, чтобы грязь не попадала. Вот тебе уже и купель была бы. Ну нет этого нигде. Как ты мог сеять-то? Прибыток был бы у тебя, а прибытка-то никакого нет. Дают отчет, сколько крещеных. А где они? Ни одного нету. Покрестили, причастили в лагере. Выходят повторно, да повторно. А где он раз сидел, причащался все время? Ну это же идет обман. Страшный обман идет. Без работы, без сеяния, где чего ты не сеял, и ничего ты там не собрал. Иеремия 12-13. Они сеяли пшеницу, а пожали терни, и напрасно измучились. Значит, надо просить благословения Господи и сравнивать со Словом Божиим. И не дай Бог, если случится кому-то быть членом, да там членство-то и нет, нигде в храмах, то в первую очередь из вас постараются выскоблить все, что у вас есть на сеянии. Проповедь. Они люто ее ненавидят все. Это самое главное. Они тщательно будут следить, чтобы ты с кем не заговорил, кому приглашение не дал, дома не занимались. Мы получаем сведения абсолютно отовсюду. Буквально со всего мира. Самое главное, как будто задача священников, не дать никому Слово Божие. Такое впечатление создается. Когда я сказал, евреи ведут себя так, что можно подумать, что Бог ошибся и избрал эту нацию. Как? Иеремия-то не понравилась. Я говорю, ну это Господь так говорит, что сделали хуже язычников. 1 Тимофея 6 глава. Думают, что благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таковых. Сеять надо благочестие, благочестивую жизнь. А некоторые думают, я приду в храм, и тут что-то ему какая-то польза будет. У вас как помогают? Он звонит один. Я просчитал. А что помощь, какая нужна? Ну вот я освободился. У нас приходили даже такие. Мы человеку даем направление. Со Христом тебя будет работа. Без куска хлеба ты не будешь. Это определенно. Давид говорит, я жизнь прожил и не видал, чтобы праздник был оставлен без хлеба. Лег спать. Бытие 34.13. Отвечали сыновья Иакова, Сихему и Эмору. Отцу его с лукавством. Господь говорит, лукавый и ленивый раб. Я поясняю, что такое лукавство. Когда оно возникло? Лукавство это двойственность, сокрытие. Избави нас от лукава. Слово лукавый происходит от слова лук изогнутый. Это не прямое. А прямо крутит, говорит, ветер, и ты не поймаешь и не ухватишь. И они с лукавством сказали, вы обрежьтесь, а мы будем родня, а сами в это время пришли и поубивали их всех. С лукавством. Поэтому нас-то приглашают в патриархию с великим лукавством. Мы им не нужны. Им главное у нас вычистить все, чтобы не было. И поэтому, слыша, зная все это, видя, как обращаются, мы еще более будем внимательны и с любовью идти к ним, то есть со Словом Божиим, сеять и сеять. Вы маленько, смотрите, как человек говорит. Он с лукавством говорит, что у нас хорошие отношения. Никаких отношений-то нет, кроме враждебных. По сегодняшний день. Вы идете в город, каждый раз увидите, видите, как они ненавидят. Одно слово только скажешь, и они уже сразу вычисляют нас. Второе царь 22-27. Если Господь с чистым поступает чисто, а с лукавым по лукавству его. И не помогла связь с властями. Вот была такая церковь, называемая Живая Церковь, их же выставковники называли, которые полностью соединились с безбожной властью. И они помогли уничтожить Тихоновскую эту отрасль, а потом гонение и на них пришло. А теперь их канонизируют, этих предателей, отцепников. Третье царство 1-52. Если же найдется к нему лукавство, то он умрет. Это Соломон, когда воцарялся. А Адония, его старший брат, он был претендентом на престол. Он сразу испугался. Как так и провозгласили, что все, воцарился. Пусть поклянется. Он говорит, не трону, если к тебе лукавства не будет. А лукавство найдет, умрешь. И он решил там сделать через девушку, Ависагу, Сономитянку. Через мать Соломона, заметьте, какой у нее подход был. И первые слова к нам говорят, вы знаете, что престол мне принадлежал. Ну так уж от Бога было. Соломон сразу разгадал. Он через нее теперь вхож сюда и все-таки попытается отравить или что-то сделать. История говорит, что Сономитянка погибла. И он сразу Соломон сказал, в этот же день он должен умереть. Идите убейте его. Лукавство в себе найдено. Перед Богом надо быть чистым. Я не был в храме, и никакие не мог... В храме не был. Почему? Да я болел. Пятец ходил на работу, в понедельник пойдешь, а в воскресенье ты болел. Да в воскресенье дается не для того, чтобы ты истраченные силы восстановил физически, а чтобы шел к Богу, к Детям Божьим вместе. Притом это у нас здесь вообще не такое. Как в воскресенье, так и под разными причинами. Я болел. Я болел. Ни меня нету, ни детей нету, никого нету. Это лукавство. И чем кончится? Ну с лукавыми что? Бои тази на лукавство умрет. Скажите этим людям, кто не приходит, что вы уже мертвые. Это не мне надо. Иов 5.13 Он уловляет мудрецов их же лукавством. А какое лукавство-то? Да это везде, и в учении, и везде. Прямо как Христу не вели, и уловлены будут. Я считаю, все монашество было уловлено своим лукавством. А вроде молчать, вникать в самого себя, надо размышлять, молчание золота. Отмолчались, нигде ничего нету. Теперь там одни мусульмане. Все. Это неискренно было. Салом 31.2 Это блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. И надо в молитву, когда молимся, избави нас от лукавого. А про себя говорите, чтобы я сам-то не был лукавым. А то сатана и не подходит, может быть, давно, а ты лукаешь и лукаешь. Научился, уже и сатана от нас учится. Салом 34.20 Против мирных земли составляют лукавые замыслы. Давид это видел и говорил, что около меня лукавый рядом не будет. Хотя это твой друг, видишь, он не по правде, говорил, в хитрости. Осеки его, поставь его на место. Рано или поздно эта змея ужалит тебя. Салом 118.150 Приблизились замышляющие лукавства. Далеки они от закона твоего. Причина в чем? Далеко от слова Божия. И поэтому неискенно, не прямо говорят, а все какими-то экивоками. И не найдешь, и не поймаешь. Ну ты скажи прямо, да или нет. А я не знаю, как приду, не приду. Но Господь сказал тебе, иди. Что тебе еще нужно-то? Салом 140, 4 стих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым, для извинения дел греховных. И вот начинаются разные причины. Почему не был? И времени, то ухаживали за кем-то, то еще что-то. Ни на что не ссылайтесь. Наступит лето, воскресенье, старайтесь быть здесь. Не сидите на своих дачах, вы теряете страшно много. Как бы ты ни был занят, у тебя не 10 детей. Я говорю, что мне Бог позволил в жизни встречать людей, героев веры. У него 10 детей. Церковь находится в Новосибирске, от Искитима 60 километров. И там еще с пересадками. Ни одного дня суббота и воскресенья он не пропустит. Никогда. И работает на государственной работе. А тогда на государственной работе трещина не будет работать. Ты отдашь восьмерку полностью. Притча 21-27. Жертва нечестивых мерзость. Особенно когда с лукавством приносят ее. Вот они храм Христа Спасителя строили, написали там. Награбили миллиарды, а отдал там миллион какой-то. С лукавством же все это делается. Ты все верни. Тебе не храмы надо строить, а на благовестие все отправить. Храмы духовные. Иеремея 9-5. Приучили язык свой говорить ложь. Лукавствует до усталости. Оказывается, можно устать и от лукавства. Притом лжец должен иметь очень хорошую память. Он должен помнить, как было и как сказал. А человек, который правду говорит, ему ничего как было. Но не все надо говорить. Надо знать, где что говорить. Иметь преграду. Может человек, при нем не все надо говорить. Но все делать искренне. Не бояться ни властей, никого. Открыто. Вот я вам дал прослушать. Сектанты как сидели. Какие они открытые. Его мучают. Выпускают. Закон свой нарушают они. Он сидит по полгода в ШИЗО в холоде. И сам себя назначает постить. Сабаптист. Каждую среду, пятницу и половину, воскресенье, после воскресенья. Вообще в рот не брал. Это, ну, кто на свободе-то так будет делать? Ему только одно слово скажи. Согласен на регистрацию. И тебя выпустят. Не тут-то было. А мы тебя сгноим здесь. Он говорит, Салин меня гноил, сгнил его, нету. И по порядку перечисляет всех правителей до самого последнего. Говорит, все сгнили, а я все еще живу. Потому что Бог помогает устоять. Когда человек без лукавства делает. Матфея 12,39. Род лукавый, прелюбодейный, ищет знамение, знамение не даст ему. Никогда не ищите чудеса. А там услышали, где-то кто-то воскрес, что-то есть, едут. А там лукавство все. Ты думай о том, воскрес ли твоя душа. А толку-то того, что он воскрес? У них есть законы пророков. А сегодня у них нет законов пророков. Принесите им законы пророков, чтобы люди, находящиеся в преисподнем, могли сказать, там наши люди вам дадут Слово Божие. Иоанн 1,47. Нафанаил говорит о нем. Он видит Нафанаила и говорит о нем. Вот подлинный взрывтянин, в котором нет лукавства. Какая высокая похвала была Нафанаилу. Считает, что это апостол Варфоломей. Можно ли от нас так сказать будет, что мы те самые, в которых нет никакого лукавства? Да, да, нет, нет. А что сверх того? От лукавого. Эфесянам 4,14. Да мы не были больше младенцами, колеблющимися по лукавству человеческому. Вот человек ходил, знал, слышал, смотришь, ушел с сектанты. Почему ты ушел? Начинает говорить, и же одно было лукавство. Пост не исполнял, тайно нарушал. Ну, то есть не исполнял то, что положено. Поклоны не делал. Я вам напоминаю, поклоны очень много, значит, они смиряют тебя. Не меньше ста поклонов делайте. Заставить нельзя. Полюби поклоны. И днем, какое известие радостное получил, сразу за лестовочку и сразу сто поклонов. Знаете, как на душе легко делается. Второе, Фессонахисом 3,2. И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех верах. Мы желаем быть искренними. Бог нам даст таких же друзей. И в молитву включи потом, чтобы не было, не быть самим лукавым. И сказать, Господи, возле меня да не появятся люди лукавые, которые подают соблазн. И великие растраты нас извергают. Господи, избави нас от лукавого. Аминь.